радиотрансляции по ВАГ-ТВ, по Варкрафту. Что он может знать о Варкрафте? Казалось бы. Воды в 5-6 лет он тоже, наверное, не смотрел. Опыта ему, как мы видели по прошлым матчам, местами очень сильно не хватает. Но вы главред Изерда повысили? Не, насколько я понимаю, главред у нас неанавт. У нас как-то редакция от основной команды разделена, то есть у них свои планерки, свои там вечерние посиделки в Адыдт. Ну, в 4 года он разве что на воду из-под крана мог смотреть. Но это радует, что человек пришел, ну, есть новые люди в Варкрафте. А помните еще какой-то там новый китаец появился, который всех заборол? Там 2 дня назад на турнире. Миш, ты дом построил и покупал готово? Мы купили только участок, будем постепенно строиться. Как раз вот с использованием опыта отца, который там 2 дома вместе с бригадой, как бригадир и как инженер. Короче, у него много опыта по документам и по проекту. Кахо подсказывает кекс. Да. Это так, просто на ближайшие 2-3 года задачка такая. И то большая часть задач ляжет на Жене. Девятиэтажный? Нет, 2 этажа. Там... У меня будет там комната, и там 2 интернета есть. И место очень хорошее. Мы решили взять. Погнали. Батя, это ты в старости копил просто. Я очень надеюсь. Последние 3 недели вообще меня отец очень радует. Он такой веселый, счастливый. Работает до сих пор. Ну, правда, на участке. Ну, там лестницу сделал, там... Всю нутрянку в доме, там... Всю проводку, все... И такой он счастливый. Это меня так радует. Надеюсь. Побежали ополченцы. А что у нас по киперу? Кипер Т2. Тыкнул, да? Не хватает, во-первых, виспов. Вот прямо сейчас можно было диспелить элементали. А, возможно, даже второго. Видите, сколько бы вытанковал уже элементали. Это все можно было задиспелить. И второго тоже надо было убивать. А если элементаль не поглощает урон, то получает этот урон кто? Правильно. Все остальные. Не добивает ни одного, не добивает ни второго. Просто фута одного забрал, и все. Очень плохая агрессия от Дайса. Вот сюда надо было просто вкладывать двух виспов на этот криппинг. Просто двух виспов, и все. Диспелить архмага элементали, и все. И тут было бы... Ты поменял бы двух виспов где-то на трех-четырех рабочих. И окружили еще козла справа. Понятненько. Как-то дешево пока что, Дайс. Ну хотя ладно, что ты переживаешь? Я начинаю переживать за эльфа, эмпатия врубается, вот это вот ушастая, да? Типа недоконтролил, недоделал, недо-недо-недо-недо-недо. Но помним, что у меня плюс 500 рублей будет, если Дайс выиграет. Ой, в смысле, если Хавк выиграет. Вис какой-то подозрительный направо пошел. Неужели строиться будет? Привет, Калифрики. Ты в его возрасте планируешь сидеть и стримить в аркад? Я допускаю, что... Сейчас это кажется нереалистичным, но я повторюсь, смотрю на Шипова, который отличные трансляции делает по шахматам, репортаж с турниров. Я понимаю, что многие из нас к этому моменту тоже вырастут, а какие-то общие интересы останутся. Ультравижн. Похоже, ну, не то чтобы на All-In, но на какое-то продолжение агрессивное. Хотя берет панду, это в лейт, скорее всего. Перекопочка. Ну, да, рассказывает про то, что панда немножко баффнута. Там действительно ей дали единичку инты, единичку силы, увеличили где-то процентов на 10 ограничений на максимально наносимый урон от Breath of Fire. В целом панда, конечно, стала чуть-чуть получше, но по сравнению с классической пандой, которая вообще не имела никаких ограничений на количество наносимого урона, это все еще выглядит не очень... Да, хорошо разводит с посохом, может отменить как минимум одну лорницу. Да, шипер до сих пор играет, но отец мне рассказывал, что он подгорает, и я прям слушаю, это прям про меня. Ну, он в прошлом... То есть он... Он гроссмейстер, кажется, да? Международного класса, или как он там... Какое официальное звание. Короче, он был в топ, там, 50 мира. Может, даже поближе. Вот, но сейчас... Уже не в форме. Но пытается еще там играть, там, в пулю. Пытается, ошибается, ругается. И я прям себя в этих рассказах отцовских узнал. А шипер говорит, мне вот не нравится, когда он это самое так горит. Топ-23, говорит, NTX вроде. Да, это круто. Да, пандарийский очень быстро до третьего идет, посмотрите. Захватил одну точечку лабораторию, гоблинскую. Сейчас почти третью получит на зеленые точки, а может и получит. Я не знаю, сколько там экспы. Вроде еще докрепливает кого-то. Чуть-чуть остается. Чуть-чуть не хватило. Я в клубе шипов на ЛИЧС играю, крутой чай, у Торики иногда там играю. Да, он проводит тоже турниры. Он на ГГ тоже стримит. Лирик говорит, я не Олл присоединился только в 2015 году, но спасибо большое за трансляцию, особенно за XCOM и VARIC. Отличные игры. Я с большим удовольствием в них играю. А где свиток? Блин, какой же... Как же криво Дайс действует. Он ждал панду третьего, чтобы сдуть. Но сюда нельзя красными подходить. Сейчас минус дриадка будет двумя выстрелами. Минус Арча. Почему? Почему не подошел он к этому? Почему не подошел к магазину? Еще минус дриада. Ну, недоконтраливает. А в такой ситуации ты не должен терять юнитов. Ну, таким вот макаром. И Арча еще умирает одна. У-у-у-у. А кто сейчас чемпион мира по киберспорту и улетит все еще за кассом? У нас, кстати, смех смехом. Федерация компьютерного спорта проводит турниры. И там выдают разряды. У них уже судьи сертифицированные с категориями. Игроки уже получают разряды. Я не знаю, что там по МСам. Потому что, кажется, именно с мастеров начинаются уже какие-то реальные деньги платить. Но к этому идет. Ну, диспал, диспал. Я сейчас спанду нейтрализую от мана Дрейном. Это забейте. Это хав просто переигрывает человека. Я ничего не помню, так как один раз посмотрел ЛА Нуар, и это фигурует навсегда. Я больше не помню ни готики, ни каком нигерое. ЛА Нуар. Есть, конечно, у Дайса, типа, какое-то предложение в виде нычки, которая только что достроилась, и она пошла. А Ксяо Джон говорит, что все только началось, я судья третьего разряда. Во. Это, кстати, из федерации товарищ. Ну, у них там сертифицируют, их там проверяют, они там сдают тесты какие-то. Но после такого не очень удачного пуша, а удачность-неудачность мы можем посмотреть по уровню героев, по лимиту. Дайс сейчас проигрывает. Сейчас крайне сложно будет Дайсу отбиваться от таймингового пуша, а Хавк, скорее всего, будет по классике его с рефлокастерами давить без выхода в Т3. То есть он будет Бладмейджем нейтрализовывать пытаться панду и рефлокастерами давить до появления нормального количества медведей. МС по доте 2, например, звучит как-то странно. Ну, к этому идет. То есть, по сути, для того, чтобы получить мастера спорта, кажется, нужно тебе выиграть турнир определенного статуса, типа европейского. То есть если будет соревнование, которое будет проходить, проводить Федерацию компьютерного спорта, которое будет классифицироваться как европейское, там, либо по количеству участников, либо там по, не знаю, там, размеру, не знаю, как это, по географии. Там наверняка есть какое-то определение именно с традиционной спортивной документацией, так скажем. То победитель этого турнира получает разряд, а мастера спорта, по крайней мере, в традиционном спорте, если мне память не изменяют, получают уже какие-то то ли леготы, то ли уже какую-то фиксированную ежемесячную выплату. Агент говорит, надо на округах открыты, чемпионат Москвы открыты. А, даже так! Ой, хорошо. То есть мастер спорта — это телепорт жесткий. Пусть вас не сильно смущает то, что Хавкать сюда улетел, он должен был это делать чуть раньше. Он не готов был сражаться против такой панды. Ему нужно как минимум два свитка купить в магазине ближайшем своем. Но меня смущает, что панды близкак пятому. То есть вот именно пятая панда, если у него будет АМШ, если у него будет инвул, если у него будет мана, то может просто панда за счет третьего дыхания отковыряться. Брук Хоррор говорит, у нас на работе АМС получает плюс один оклад. Во! Реклама это не гибкий, но просто люди наверху сидят. Не из киберспорта. А, у КМС АМС пенсии еще выше. Это 100% по ежемесячным выплатам. Вроде такого нет. Понял. Светок лечения очень хорошая ситуация. Нет, слушайте, Дай сейчас возвращается в игру. Он второй раз уже уже очень удачно вырывается. Недоконтроливает Дриад, правда. И зря сейчас сражается без маны у панды. Нельзя здесь сражаться без. Когда у панды нет маны, уже урон наносить просто некому. Либо там была бы арба, хотя Рифла каким-то макаром умирает. Там стоит пачка престов, а Рифла умирает. И вот кормил он панду при этом, при всем уже панда почти пятая. Не-не-не, тут есть шансы. Тем более Хавк, он не стал копиться, не стал свитки закупать, идти в атаку. Он сейчас вынужден был опять сражаться. В ситуации, ну не вынужден, он мог телепорт снова поражать, но хотел посражаться и посражался. В результате он разменялся. Он даже в ноль, но это минус ему, потому что он был в апкипе и уже как бы вышел. Из апкипа у него там было 66, что ли. Вот. И после размены у него осталось там 58, а Эльф остался в 50. То есть он потерял и в деньгах, и на мой взгляд, не так выгодно ему размениваться в принципе с текущими героями Эльфа. То есть вот как раз все, что нужно, это было, надо было купить два свитка лечения и как можно раньше не вмешиваясь, ну не влезая в размены, прийти с пушем, потому что сейчас осталось задиспелить всего одного элементаря трем дриадкам, и панда будет уже пятая. Вот она. Панди передают АМШу, неплохо здесь сражается. Чтобы зайти в хавку в магазин, купить еще два свитка. Рунные браслеты не помогут. Дайс пытается подразводить. Его можно понять, он только выходит из лимита. А вот здесь хавк уже принял для себя, что надо Т3 жмякать. Он теряет рифла. Нет, слушайте, здесь уже ситуация повернулась. Мне кажется, это из-за двух не совсем полезных для Ахошка стычек. С первого раза он телепортнулся не сразу, потерял несколько юнитов. И второй раз он сражался тоже не очень удачно. Панду дренит, сплита никакого нет. Свиток только один, только один. А там уже первый медведевый лезает. Квинк 38 месяцев. Спасибо большое. Ну все, здесь уже никак не поджать хавку. Феррик появляется против престов, очень хорошо зайдет. Вешается в Феррик и начинает уже долбить весьма неплохо. Хавк телепортируется. И правильный выход в Химер. Очень хороший. Нет, в определенном плиз что-то знал. Да, спасибо, Квинк. А, Феррике, что там у них? Вместо капов 90 стал, ну, типа ограничение по максимальному урону наносимому Феррикам по юнитам не 90, а 100. И гораздо больший баф это модификатор урона с четверки до пятерки или с тройки до четверки. То есть мелкий урон, типа лечение, пять маны, наносит больше урона, чем раньше. Слейф Дилер, привет. 500 рублей уплывает. Да, ты стараешься топить за ушастых очень убедительно. Да я не могу это контролить, понимаешь? Даже 500 рублей не могут меня сейчас остановить от боления иногда за эльфов. То есть обидно. О, переучивается. Но там, кстати, Кипр может поднасолить. То есть с прикупкой можно неплохо контрить Близзард. 70 лимита на 70. Нет, так себе идея учитывает ряд. Что за ульта от мелкого дракончика? Что за фигня? В смысле ульта. Это его обычная белка. А, они же показывали статистику, что Хавки ему проигрывает 68% в матче. Блин, ну, значит, значит, Плиззард меня развел. Я думал, там 50 на 50. Надо посмотреть шансы. Не буду верить Плиззу. Надо хотя бы пропорционально было поставить. Это он... Флаг Кэннонс делает Хошк и против драконов, и, скорее всего, знает, что у Дайса будут Химеры. Ссылочка есть в Message of the Day в Фридскос, насколько я помню. С Химерами будет сложновато. Второе Древо Ветров — это как раз для того, чтобы не только Ферриков строить, но и Гиппосов добавлять. Как раз против вертолетов. Хамбл Бигари, Чумандер, привет. Прошу доложить обстановку. Почему Цоколь Цоколь, почему он боится? Я про Д1. Почему? Цоколь — это... Не помню, откуда пошло, но это одно из многочисленных производных Сокола. Цоколь. Цоколь. Почему он боится? Возможно, Диабло сформировала третья боязнь, когда он умер в подвале. Фибоначчи, спасибо за... за подписку. Тогда где Д1? Ну, сегодня у нас Варик, а после этого будет Фуфашечка. Поэтому... По героям Хошка уже дико проигрывает. Винные пары, дыхание. Ну, вообще, по воздуху, по воздуху Хавк выигрывает. Ё-моё, Архмага поджали, Дриады еле живые, Флеймстрайк. Ещё один Феррик прилетел. Близзард 65-70. Ну, вообще, тут хорошо Хавк разменивается. Но Феррик просто уничтожает. Сейчас ещё дыхание, правда, будет по Феррикам. Придётся телепорт делать. Фибоначчи на ГГ работает. Да, Фибоначчи работает на ГГ. Он у нас и в роли дизайнера, и в роли... Ну, куда тут у нас вертолёты отдаются? И вроде... Вроде. В роли... Безумца. Продукт Овнер, назовём его так. Ну, и манагер ещё. Потому что некоторые процессы менеджерит. Вообще, Дайсу не хватило гиппосов. Где-то 3-4 гиппогрифа внесли бы очень серьёзную лепту в сражение, потому что вертолетов осталось не так много. И если бы справиться с ними, то и Феррики, и там дальше Химера, которая должна вот-вот появиться. Посмотрим. Шлак-оркестр. Ну да, он просто начинал как дизайнер, но набрал себе много зон ответственности. Он и поэмил хорошо на CFT-шной лиге, например. Так, 78-80, ухавка и запас по ресурсам, но гиппос опять разваливается. Плохо контролит Дайс в этот раз опять. Феррика справа не вешает, Дриад не доконтроливает, панда у него уже пустая, 70 лимита, ну хотя там тоже разваливается. Да. Да. Чистично. Нет. Какая схема? Там у нас же налоги платятся с ЗП, то есть мы в социалку заносим. У нас упрощеночка, у нас Белгород, мы в IT-кластере, мы платим всего 1% с тех средств, которые заходят. Спасибо Белгородской нашей области и IT-кластеру. Козел сгорит, честно, на работе. Есть, плюс 500 рублей, судя по всему. Ну, больше вероятности. Медведи разваливаются. Мне кажется, очень небрежно контролил Дайс. Во-первых, Химер так и не сделал, хотя это не совсем понятно, почему Химер, потому что коней не было совсем. плохо контролил по... да по всему плохо контролил. И Ферриков не доконтролил, Булл Гиппесов не доделал, и Медведи у него там в куче стояли. Просто кажется, развалился по контролю. Такие Мунвеллы под третьим Близзардом встречи. Да-да-да, тот правильно говорит. Но опыта не хватает. Жопа-то меньше у него. Жесть, там такие МГ, просто убитые в салат. Сейчас еще один Близзард на них, они развалятся. Вы посмотрите. Минус 14 лимита просто за один прокастрах мага Кипер выходит, ну а толку он без мана, он бестолковый Все красное, 36 на 80 у Дайса Хавка еще третья база Нет, это определенный 1-0 в пользу Хавка У Вахромеев говорит Мишкер, здоровченко, кайф, варкафт Мишкер не стареет Ладно, варкафт, серых долю мин, ты, наверное, в барокамеры спишь давно не заходил тебе добро пожаловать я как раз отдохнул отлично к нам приехали друзья большое количество людей где-то человек 12 мы много времени посвятили в общении компа у меня рядом не было даже ноут не взял точнее взял но отдал его потому что пригодился он для сергея хотел поработать вот поэтому провели время в шашлыках настольных играх в общении с гитарой немножко конечно поиграли там по консольки но совсем чуть-чуть я пощупал демон соус на плойке на 5 меня унизил первый же ну второй босс получается соколик зашел дайс не готов дайс еще гол конечно да дайс еще гол но опыт это вещь которую ты сможешь набрать особенно если но начал он очень хорошо и это тоже отличный отличный пример чем человек менее опытный тем больше у него проблем с нетипичными ситуациями то есть чем дольше игра длится чем больше она отходит от стандарт от каких-то заточенных тем тем больше вариантов с которыми он не сталкивался тем больше потенциальной ошибок который может допустить поэтому одной из характеристик неопытного игрока могут быть какие-то вещи которые сложно копируются сложно заметно на первый взгляд например там как как-то мануэлла на себя на базе строишь как ты там со старта виспов берешь не берешь как ты контролишь или не недоконтроливаешь тоже в определенных событиях турин говорит нашел подробное описание льгот спортсменам если интересно я от этой темы достаточно далек но думаю кому-то при при пригодится шипов крутой мужик горит лек гг не забывает михаил почему шахматы мало освещаются на гг поручу бани луру новости по шахматы я думаю что эта сфера такая где так уже все 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 сделано где есть большое количество респектовых этих источников мы в первую очередь платформа стриминговая и турнирная платформа место где настроение есть 17-летний олег копцов передает привет дайсу титан я не берусь сказать что он ушатал бы сейчас дайса но соотноси относительно титан просто был в свои там 17 лет он вообще дико ворвался если вы помните в сцену сумасшедшим мпм сумасшедшим сенсой у него такой дикий контроль был то есть он бы сейчас был где-то на уровне лала это вот 17-летний дайс выиграл на уровне лала это представьте мастерок привет 810 баксов 2020 начал играть а хэппи будет на рцг в май от гг рцг точно будет и будет четыре квалификации будет два азиата на финале и мы поедем туда и будем делать репортажи и так далее так далее и квалификации кстати будут открыты но хэппи кажется не будет участвовать то есть мы ему не запрещали это делать но кажется мы не передавали по крайней мере в чатике в товарищи сказали что он не будет участвовать на этом турнире и пыльца же еще было да он там по зоже просто зарубался титан то есть он там просто а вот кого он меня напоминает а кто в этом иван васильевич меняет профессию главный герой это же один в один просто молодой блин как фамилия актер но я не вспомню я не помню милославский молодой милославский похож же только усы нужно похож да куравлёв куравлёв не похож говорит миле да да ладно а можно как-то две странички сравните пожалуйста может подрисовать если там для пущего дурик зачем и сысбрил не нет нет не то тут который стеночку хотел как раз убрать вообще похож но что-то у него есть не похож грэксина счастье вдруг да в тишине постучала в двери неужели ты ко мне верю и не верю как считаешь если возраст для варкафтера или в игре все возраст покорно нет возраста абсолютно то есть сейчас ты возьмешь какого-нибудь топового муна элина и они где-то на пределе там 34 35 яковлев за фильм иван васильевич получил две зарплаты по 7к рублей за роль ивана васильевича бунша из ивана грозного это кажется в районе больше чем квартира или или больше чем машину можно было за такие деньги купить кажется жигули стоили в районе пяти что ли тысяч рублей тебе если что сюда переводить да и ну пока рано переводить кстати нейтральный герой у дайса но плиз меня конечно дайс удивил он так начал я не знаю ты застал прошлую игру или нет но ему явно не хватает опыта кто еще сегодня будет играть там еще четвертый матч xlord против starshaped но мы его смотреть не будем пойдем в фашечку играть я думаю если дайс молодой игрок он вряд ли застал мету с первой панды первой рейнджеркой он будет без ста короче играть потому что за последний там год а он начал он играет около где-то года получается если у него дебют в 2020 он вряд ли мог увидеть часто какого-то другого нейтрального героя кроме как без ста ну того же самого муна или лавлиета против хуманов чему хавка не видит он за чатиком во без тэдди спасибо блин только не 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 открывается мне почему-то во похоже чем-то на молодого ну поменяйте прическу брови похожи выражение правда лица другое нос похож форма носа похожа ну рота тут просто выражение другое вообще типаж один и тот же кто там говорил что не похож кто там вот кто говорил что не похож кто кси а до говорит не похож ну давайте человеку 20 лет смените прическу сделайте нарисуйте мусы все даже цвет глаз похож медведь первым героем действительно бестмастер очень удачно для дайса работает сеточка медведь начинает бестмастер хорош чем он на карты где нет лагеря наемников может весьма сильно поднапрячь хумана который вслепую идет в экспо потому что там вопросы к харассу к магической вышке контролю и все равно очень сложно хуману отбиться дожить как раз до приемлемого количества пристов алексу точка алекса поддержал ваш канал на 300 рублей спасибо жалко что ничего не сказал но спасибо большое тебе за саппорт вот но хавк как видите на этой карте решил не ставить базу то есть дайс судя по виспу да и самому бестмастеру по-видимому допускал такой сценарий вот но хавк просто идет в т2 просветки нет уха я не знал как можно обойти за предком игру спасибо макер а у нас почему-то картинки превьюшки отображаются в чатике хотя там есть блок но там да кто-то в чате мне бы сказал что надо ай просто стереть с точки впереди и все по т2 у них действительно все хорошо у бестмастера есть минусы главным образом что с течением времени он конечно не такой полезный как даже как кипер наверное тебе нужно все равно играть контактно против человека желательно чтобы у него эр ноль ач 51 блин добил опять архмаг на 100 рублей и саршай и минус телепорт но раз он ничего не сказал то нужно исправить сие недоразумения спасибо за веркран спасибо за спасибо агрессивная игра хавка дает безусловно свои плоды архмаг очень сильно затормозил криппинг эльфа выиграл по крайней мере себе ну потерял двух футменов окей одного на сетке не должен был терять второго потерял сейчас и выудил из бестмастера телепорт что тоже немаловажно сапплай блок у кошка видите ферму там три трое рабочих заказали делали работали строили нага неплохо перехватывает рифла но вот дайсу нужно придумать что-то даже рифла отдаю но это хавка накосячила конечно надо придумать что-то что позволит ему скажем так минут через пять уже не чувствовать себя завязанным на бесте то есть не чувствовать не быть сильно позади так скажем может быть это быстрый т3 может быть это нычка и остановка на т2 и постоянные размены как раз с целью подрезки постоянный пристов потому что если вы например будете играть контактно с человеком ну а дрядки любят контакт на самом деле и не любят затягивания как раз не любят мортиры, картечь, вот это вот все массу и так далее ой окружает бестмастера а у него нет телепорта и он уже от второго молотка не уйдет бах а он никак не уходил оттуда да похоже плюс 500 рублей эльфа жалко но он тут еще может нагу отдать бестмастера да какой супер экспенсив второй уровень что ты несешь но здесь он уже уходит маны нет минус 2-3 раба зря вот хавк уже здесь зря недоконтроливает арчу одну недоконтроливает почти недоконтроливает арчу другую да мне кажется что даже если противник не ставит эксп а ты берешь беста когда ты видишь у него т2 можно сразу ставить эксп и останавливаться на т2 просто играть в контактном дриад то есть это закрывает как раз по недостатке бестмастера то есть его ограниченность по времени закрывает экспант и желание быть контактным и размениваться с человеком подрезать пристов невзирая на рифлов ну рифлы там понятно у тебя нага есть весь медведь а вот в пристов врываться пока массы хорошей нет дриадами нужно вот это хороший расклад но дай сыграет как будто бы просто с одной базы и это сейчас пока еще работать будет пока пристов не так много пока еще вносит свою лепту медведь но со временем со временем это все будет диспелиться минус бест гг пишем выходим я не знаю почему эльфы до сих пор несмотря на то что у тебя т2 не ставят нормальный магазин по таймингу минус рифл минус дриада это уже отдача нага может и ускачет отсюда ну вот скажите мне в чем была была опять была причина не строить магазин если у тебя нет экспанда ты не идешь до 3 и у тебя уже давно-давно ты 2 какой смысл став окупается на первом же спасенном юнити каким бы он ни был то есть даже на арче за 135 он полностью ну почти полностью окупается а учитывая экспу окупается короче ну мне кажется что дайс вслед за остальными по такому странному таймингу все еще делает странный не делает тайминговый магаз но это исправится я не знаю сколько времени понадобится чтобы перестроиться в том числе и фогичу по крайней мере в билдах где второй у нас демон хантер алоха алекса говорит блин странно что не озвучивая до нас с большим уважением относится к вашему продукту вдохновляет ваше дьюай ит точнее не знаю что это такое философия стей тру живе гг спасибо большое тебя ждет я надеюсь уже на этой неделе обновленное приложение для айфона для айпада дриаду контроль что за дешевые просто отдачи ну как так а хуже всего сейчас знаете кому плизу который сидит просто и смотрит на на этот не до контроль со стороны дайсу дайсу ну сейчас второй молоток нага уже отстает от а дайсу видимо это какое-то устойчивое словосочетание ну минус арча все красное минус дриада тут еще минус дриада все он дайс без гг нет он написал гг просто мы не увидели давайте интервьюшечку с хавком дождемся пока заходите у нас есть еще